Привет, ребята! Привет, друзья! Сегодня 29 августа. Насадка наша идет на глубине от 15 до 20 примерно метрах на 16-17. Сейчас посмотрим, если увидим активного, будем подавать к нему. Ну что же, продолжаем. Шнур с направлением сонара выровнен. Вот какой-то от дна оторвался. В широком луче он есть, в узком еще нет. Значит, где-то в стороне поднимается. Ага, вот он в узком под нами появился. Давайте попробуем его догнать. Нет, не попробуем, он упал. Он, к сожалению, упал на дно. Повторю, снасти у меня самые простецкие. Спиннинг-крокодил, мягкий. Люблю рыбачить на мягкие снасти, чтобы почувствовать все нюансы вываживания, если вдруг повезет. Не люблю жёстких палок. Катушка тоже мульт в размере 20-30 примерно. Это 30-й. Вот, ДТР-30Р под правую руку. И холод Гармин, Страйкер 4. Сейчас уже есть их более продвинутые. Собратья давно уже продаются. Но я остановился на этом. Он попроще, подешевле. Но функции основные у него есть. Те, которые мне необходимы. Даже более чем. А вот и поклёвка. И причём взял 5 метров от поверхности. Но его, конечно, мы брать не будем. Но что это такое? Ладно, беги, плыви. Спасибо, родной. Ну что же, рыбалка началась. Опять очередной подъём. Вот жёлтая полоса. Внизу. Сумеем ли мы его привлечь? Посмотрим. Нет. Уходит. Не сумели мы привлечь. А нет. Подымается. Правда, немножко в стороне. И снизу ещё один стартанул. Ну, снизу поменьше, похоже. А снизу вот идёт как раз прямо под нами. Давайте-ка мы опустим чуть ниже снасть. Вот крутятся два мелких. И ничего с ним не сделаешь. Даже возле дна. Сейчас будут конкурировать, чтобы кто первый схватит. В широком луче, где-то рядом. Сейчас появится в узком. И будет поклёвка. Ещё одна поклёвочка. И, по-моему, такой же. Ну, посмотрим. Может, и возьмём жене на пирожки. А может быть, и отпустим. Ушёл далеко. Пытается убежать. Далеко от лодки убежал. Боится нас. Боится нас. Боится нас. Не бойся, малыш. Мы тебя отпустим. Если ты совсем малыш. А, похоже, ты и малыш. А, может быть, и нет. Ну, в принципе, не такой уж ты и малыш. Ой. Ну, вот тебе. Пресвятую Богородицу. Вчера праздновали. А ты меня сегодня окропил. Ух ты, как рычишь. Как ты рычишь. Недовольно, как ты рычишь. Ну, ладно. Давай, скоромимся. Ой. Так. Ну, что ж. Закуканили. А в конце рыбалки будем решать. А в конце рыбалки будем решать. Отпустим ли мы его на волю. Или заберем. Ну, что же. Продолжаем дальше. Пока есть клев. Привет, ребята. Сегодня 30 августа уже. Фух. Конец месяца. Прошел он у нас бездарно. Плохо. Маленькие самы. Крупных не было практически. Неделю только назад. Вот подняли на 14 килограмм с вами. И все. Остальные 3-4-5 килограмм. Больше не бывает. Видимо, вода еще кипяток. Зелени много. Сом болеет. Кислорода ему не хватает. Будем ждать настоящей осени. Ну, давайте, смотрите сами. Не буду много болтать. Опять крутится мелочь. Ну, что же. Поиграемся с малышами. Вдруг он просто маскируется. Вот так. Вот, наконец-то что-то более достойное, чем 3-4-5 килограмм. Ну, даже фрикцион стряхивает. Очень хорошо. Дождались. Дождались, наконец-то. Кто-то захотел поесть. Кто-то захотел поесть. Так, теперь нам нужно убрать вот эти вот мелочи, которые нам могут помешать. Здесь, это эхолот. Отключаем. И вынимаем из воды. Потому что, как долго мы ждали эту поклевку, мелочь уже утомилась, честно сказать. А это хоть, ну, средненький какой-то. Хоть можно поиграться, наконец-то. И поэтому обидно будет, если он убежит. Обидно будет, если он убежит. Вот как в сторону. Вот как в сторону тянет. Ну, килограммов. На десяток можно рассчитывать. 8-10 килограммов примерно. Делаем ставки, господа. Делаем ставки. Делаем ставки. Вот пузырь. Первые пузыри пошли. То есть, не поймет, в чем дело. Хочет сбежать на дно. А ему что-то мешает. Выпускает воздух, чтобы быть тяжелее. Вот. Выпускает пузырики, выпускает. Ага. Ну, да. Порядка 8 килограммов, наверное. Не очень большой, но... Но уже тот, с которым можно... повозиться. С которым можно повозиться. С которым можно повозиться. Ну, давай. Че, мы тебя будем? Здороваться с тобой, нет? Или сразу возьмем? Да нет, сразу возьмем. А взял, вот смотрите, на крючок, на котором был одет кальмар. Наш экспериментальный кальмар. Так, теперь берем наш маленький... Вот так вот. Затем одеваем его на длинную веревку. Так, все. Ну, иди плавай. Все. Так, нас... Нам улыбнуло. Нам сегодня улыбнуло. Оба-на! Хорошо. Прекрасно. Мы молодцы. Так, надеваем опять кальмарчиков. Немножко червя. И продолжаем. Здравствуйте, ребята. Здравствуйте, коллеги, рыболовы, самятники. Сегодня у нас 1 сентября. День знаний. Чему этот день нас научит сегодня? Не знаю, посмотрим. Встали на глубине 20 метров. Сейчас ветер восточный, больше северо-восточный, больше восточный. Будет сносить нас по свалу на глубину. И посмотрим, что нам дадут первые удары квока. Вот под нами появилась куча сомиков. Как они будут сегодня активны, будем смотреть по их амплитудам. То ли они будут стоять в черте, то ли будут скакать и искать наживку. Время покажет. Но погода нормальная, волна удовлетворительная. Замечено, что волнишка, когда, видимо, кислорода в машинах прибавляется в воде, он более активный сом становится. Да и вся рыба, наверное. Вот. А сейчас, наконец-то, наступило время, когда зелень начала осаживаться. Температура воды, будем надеяться, начнет падать. Все-таки сегодня 10 градусов было, 11 ночью. И когда вода осветлится, прибавится кислорода, может быть, наконец-то начнется клев. А пока весь август был какой-то безалаберный, никчемный. В плане осомов, я имею в виду. Кому-то, может быть, и везло в другой видах, в других видах деятельности. Но в плане осомов, было проблемно поднять какого-нибудь поросенка, более-менее нормального. Ну, а сегодня будем смотреть. Картинка на эхолоте. Продолжаем стучать, продолжаем звать. Сегодня у нас выползки. Работают. Не очень большая насадка. Крупная. Буквально 4 червячка. Но это неудивительно. Сом осторожный. Большие пучки игнорирует. А крупный сом не попадался, чтобы он большой объем насадки взял. Ну что же, продолжаем рыбалку. Вот наверху проявил интерес на 10 метрах. А там он на нуле еще круче. Так. А там он на нуле еще. Вот. Пока. А там. Поехали. Кто? 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 Давай уходи. Так, ну вот, кто-то, кто-то стал на оживку маленькой, потянул, 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 потянул. Оп, малыш, и вот он пошел наверх, без сопротивления, совершенно. Ну ничего, поиграемся. 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 Он побежал гулять. Сделали мы ему на губе пирсинг. Будет знать малыш, как попадаться. Будет поумнее, вырастет до больших, грандиозных размеров. Мы его подождем, а потом поймаем. Ну хорошо. Спасибо за поклевку. А сегодня первое сентября. Почти как в песне. И я снова лист переверну. И снова третье сентября. Вон опять пошли в атаку. Проверять, что там висит. Оба два, пара. Чтобы не страшно было, видимо. Вот, подошли на наживку. Сейчас кто-нибудь дернет. Попробует. Так, зацепил еще одного. Клюют очень осторожно. Очень осторожно клюют. Очень осторожно. Прямо не даются. Ну хотя, более активно, чем вчера. Более активно, чем вчера было. Ну так, ничего. Так, ничего. Вот какой резкий. Ну пойдет. Килограммчик в пять. Забираем. Седьмое число. Седьмое августа. Светлый день. Тихая погода. На рыбалке. Выходной. Народа много. Куйбышевское водохранилище. Мы опять здесь. И пара ударов квоков. И уже появились активные. Ну теперь что? Ждем поклевку. Ребята, я уж не стал утомлять вас процессом насаживания. Просто покажу результат. Я насаживаю на два крючка. Верхний и нижний. Кусочек печенки. Небольшой. Куриная печень. Запираю это все червячком. И на нижний крючок пара червяков. Не очень большая насадка. То есть активного сама нет. И он на большие насадки реагирует настороженно. Поэтому вот такая небольшая компактная насадка. Был подход и ушел. Опять мы его возвращаем. Вот он в широком луче есть. А в узком еще не видно. Увидит он насадку или нет. Да. Ну что же, будем смотреть на яхты. Ага, выровнялся. С наживкой. Ну, это маленький. Будем отпускать. Будем отпускать. Он не оправдал надежд. Не оправдал надежд. Которые мы возлагали. На сегодняшний день. О, рукавички. Прелесть. Давай, выходи. Выходи, дорогой. Выходи. Мы посмотрим на тебя. Ну да, ну что это такое? Ну что это такое? Мы же не за тобой пришли. Мы пришли не за тобой. Мы пришли не за тобой. Отнюдь. Мы пришли не за тобой. Ой, какое брюхо наетое. Ничего себе он питается. Вот это да. Беги. Красавец. Это красавец. Жирный. Так. Спасибо.